Всем привет дорогие друзья, с вами снова это NataSpace и сегодня мы с вами поговорим о гран-при МТГ, настольной игры Magic the Gathering, которая проходила в Канаде. Я вот тут вот побывал и хотел бы поделиться некоторыми своими впечатлениями, связанными с этой, так сказать, фанатской конвенцией. Сразу должен сказать, что она в корень отличается от всего того, где я бывал, то есть я бывал на разных LEGO фанатских конвенциях, там я в Америке и так далее и тому подобное. На это все уже были видео, но про МТГ мы еще не говорили. Поэтому сразу хотелось бы отметить, что я ожидал совершенно другого. Здесь по большей части не было никаких таких экспонатов, как было в LEGO, но это в принципе и понятно, это настольная игра, поэтому большая часть зала, в котором проходило мероприятие, было покрыто столами и стульями, там люди просто сидели и играли, что в принципе может показаться логическим, но я ожидал все-таки какого-то большего ажиотажа с точки зрения каких-то, я не знаю, может там статуэтки были бы, не знаю, в рост главных персонажей, не знаю, карточки, плакаты во все стены. Ну, конечно, там и они продавались, сами карты Magic the Gathering, запечатанные наборы и отдельно. Я ничего кроме эксклюзивного коврика для этого гран-при не взял, потому что цены там на карточки просто безумные. Там есть очень редкие карточки для различных колод, будь то Modern, Legacy, я не знаю, для любого формата вы можете собрать себе колоду, но потратите вы там очень-очень много денег. Даже дешевые карты, они там, конечно, все были, естественно. Но даже они за одну карту там 20-30 долларов у меня в коллекции таких, ну я не знаю, не так уж и много. Вот здесь все они продавались, это были мифические карты и многие другие, то есть легендарки, все в этом духе. И их там было очень-очень много, даже вот такие вот карты по 3000 долларов, по 1800, я не знаю, 200 долларов. Все эти карточки являются редкими, они, по-моему, там альфа, бета. Вот, кстати, черный лотос, самая дорогая карта МТГ, но этот, видимо, какой-то совсем плохого качества, потому что он стоит всего 11,5 тысяч долларов. Да, эта цена безумна, согласен, но самый дорогой лотос, по-моему, был продан за 200 тысяч долларов, он там вообще был в идеальном состоянии, на него даже никто не дышал, видать. Ну это я так наслышан, по крайней мере. Ну и вот эти Fetch Lens, или как они, Dual Lens, называются земли раритетные старые, самых первых выпусков тоже там имеются. Тут вообще очень много карт, я их все так показал, чтобы вы смогли насладиться. Ну, конечно, не все, но большую часть. Power Nine, вот это вот карты, все эти тоже продавались, ну, естественно, для них всех и были в наличии разные протекторы. Вот даже есть Snapcaster Major, карта из Modern Masters 2015, насколько я помню, и вообще там коробочки, все что угодно. В этом, в этом плане там, конечно, проблем не было, было изобилие, были коврики, были кубики там. Я начинаю думать, что лучше бы я, наверное, взял коврик просто вот там вот купил, нежели тот, который гран-при, потому что на нем новый арт Тармагойфа, а Тармагойф, он довольно стрёмное существо. Он такой весь зубастый, клыкастый, не особо приятный на вид. Вот, а на коврике он огромный. Можете, в принципе, посмотреть в интернете. Новый артворк Тармагойфа по МТГ, он, конечно, не особо лицеприятен. Ну, в любом случае, опять же, вот все разные, по разным цветам маны тут тоже было сортировано, были карты даже там, я не знаю, на японском, на, даже на русском я видел, вроде бы я даже заснял. Вот, и тут, да, вот эти все инвокейшн карты, как они называются, эксклюзивные, которые были в Манхетте, Часи разрушения и других сетах, они тут все есть. И огромные, конечно, вот эти вот, можно сказать, книжечки, которые обычно для марок там используются, но это биндеры вроде бы называется, да, на сленге всяких профессионалов. И в этих, так сказать, называемых биндерах можно найти любую карточку на роли в любом языке, я так думаю, потому что их тут действительно огромное множество. Были даже, был даже набор с тремя карточками, одна из которых была трансформером Оптимусом Праймом. И это оригинальная МТГ, вообще не знаю, как это возможно, но этой карточкой нельзя играть, типа в настольную игру, потому что, ну, блин, какой Оптимус Прайм? Она была выдана на каком-то комик-коне. Вот, ну, еще раз покажу, как это все, что это из себя представляет. Ну, опять же, много столов, там, кроме как на карточке глазеть было особо нечего делать, конечно, можно было сыграть, но, опять же, я бы принес свою колоду, я бы там проиграл сразу же, потому что я не думаю, что моя колода смогла бы сразиться вот с этими черными лотосами и всем в этом духе. Опять же, вот некоторые экземпляры коврика довольно интересные и другие вещи, которые продавались. Вот, если кому, наверное, не хватает на черный лотос, может взять себе вот эти протекторы с ним, да, смотрите, 100 протекторов, и они стоят уже не 11 тысяч, а 10 долларов. Да, было бы возможность потратить 11 тысяч долларов, я бы себе Lego, наверное, накупил, но не одну карточку. Плюс его можно просто на принтере распечатать и подставить под фон другой карты. Ну, там у нас даже, вон, есть карточки Graded, так называемые, у них там 8,5, там 10 шкала идет, то есть, какого они качества, как сохранились, и там идет оценивание, есть определенные компании, которыми этим занимаются. Вот тут на разных языках, вот флагами типа помечено, там, вон, на русском есть, Эльдрази вроде, да, существо Эльдрази, Провидец, Узла, чего-то там, вот там даже на языках разных подсвечено, еще один, Архангел, Десятилетие, Восстановить, Баланс, вот такие вот карточки там продавались, но их там всего три было. Запечатанные вообще наборы, бустер, коробочки, это очень круто. Тут один из следующих кадров я покажу. Их, которые продавались, и это, кстати, проходило в преддверии выпуска нового сета, последнего из линейки Мэстерс, под названием Ultimate Мэстерс, но он там стоил коробкой 400 долларов, поэтому я ничего, естественно, не взял. Вообще, цены там, конечно, были очень дорогие, и, как по мне, дешевле было бы в интернете заказывать, хотя, опять же, все эти карты, где вы их найдете, посмотрите, тысячи долларов. Ну, это, конечно, самые первые, альфа и так далее, бета, unlimited, не знаю, все эти первые релизы в девяносто третьем году, они очень-очень дорогие, и их найти очень тяжело. Опять же, можете приглядеться. Четыре тысячи долларов и тысяча долларов. Точно так же, как и Новый Сокол Тысячелетие Ultimate Collector Series, который тоже тысячу стоит, но это же грандиозная постройка. Тут одна карта. Ну, естественно, если их взять так много, то можно сделать супер-колоду, которая может с одного хода просто побеждать сразу, то есть баланса никакого не будет. И смысла в игре тоже, я так думаю, особого не будет, потому что, ну, это уж слишком соревновательный уровень, уж никак не для, знаете, обычных обывателей, фанатов МТГ, которые любят сесть, там, я не знаю, с чайком поиграть, в партию сыграть, да. Это уже для каких-то чемпионатов и турниров по старым форматам. Ну, Legacy там, я не знаю, что-то в этом духе. Вот, кстати, эти Ultimate Masters стояла одна коробочка, стоила бешеных денег. Бустера, в принципе, были не такие дорогие, они везде дорогие. Другие запечатанные наборы вы можете тоже видеть. Conspiracy, старый Modern Masters, Unstable и всякое в этом духе, опять же. Да, вот эти вот Time Walk, можно взять еще один ход после того, который мы походили. Довольно неплохо. Ну что, мои впечатления. На самом деле, мне довольно-таки было интересно побывать там. Опять же, всякие конвенции LEGO фанатов были круче. Ну и я фанат LEGO гораздо больше, чем МТГ. Но в любом случае, это довольно интересный опыт. И мне есть, что вам рассказать. Точнее, мне было, что вам рассказать. Теперь я вам поведал. Ну что же, увидимся в следующих видео. Всем спасибо за внимание. Всем желаю удачи. И да пребудет с вами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.